У него, на самом деле, была стратегия, у него было понимание развития экономики совершенно чёткое. Во-первых, она даже была на утверждённом уровне, утверждённой Минэкономикой и так дальше. Но она просто полностью убивается, я сейчас не говорю, что плохо, что хорошо, я просто говорю факты. Она полностью убивается от того, что мы все эти годы слышали и видели со стороны всего остального, как бы, всей остальной украинских политиков. То есть она строилась, в принципе, на четырёх принципах. Первое, это равное условие для всех, что категорически, с чем-то категорически не согласны, принципиально даже люди, которые, может, не являются коррупционерами, да, но которые просто привыкли жить парадигмами, что у нас есть ключевые промышленные отрасли, мы их поддерживаем, таким образом получаем ОВП. Он говорил, нет, ни у кого не будет никакой поддержки. Идея заключается в том, что выживает сильнейший. Только конкуренция может родить такие предприятия, которые будут успешны, там, вообще, в принципе, на мировом рынке, да, что теперь у нас не будет искусственного рынка России, нас никто не будет поддерживать. Вторая тема, которую, в принципе, он двигает, да, это либерализация... Вы всё время в прошедшем времени, как о покойнике, а вдруг он всё-таки... Да, да, либерализация, как бы, да, и по фактически полной... Кстати, там, отмена всех лицензий, разрешений. Здесь он более-менее, кстати, преуспел, то есть довольно много было отменено, на самом деле, лицензий и разрешений, где регуляция прошла довольно, ну, по крайней мере, значительно сейчас прошла довольно успешно. Я разговаривал с представителями, там, формат оптического отрасли, других отрасли, которые говорили, стало работать легче, пристали требовать, чтобы заносили. Это факт. То есть дальше, значит, мало того, ещё это меняют сами по себе. Я даже разговаривал с металлургами, которые прослушивали Айварса Абрамовичса, и которые сказали о том, что мы слушали, он не берёт взятки. То есть, как бы, это второй факт. То есть, да, действительно, в этом случае он отличался от других министров. Третий факт. А другие берут? Третий факт, ну, наверное, кто-то берёт, да. Как бы, судя по всему, да? Значит, третий, как бы, факт, значит... Друзья, Олег, вы прослушивали Абрамовича? Нет, подожди, я закончу потом, давай. Постоите просто, кто прослушивал Абрамовича? Металлургия. Что значит прослушивали? Вы понимаете, что это незаконно... Конечно. ...важно говорить о совершении преступления? Конечно. И что? КОНЕЦ